Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с коллективом Фонда защитники Отечества и проконтролировал, какие меры по решению особо острых проблем приняты. Теперь бойцам, вернувшимся с СВО с ранением, предусмотрена единовременная выплата. Такая же мера распространяется и на семьи погибших. На данный момент выплаты произвели 70% участников специальной военной операции. Самарская область первая начала оказывать подобные меры. Также глава региона рассказал, что создадут специальный фонд по поддержке участников СВО. В Самаре все больше горожан проявляют интерес к военной службе по контракту. Отмечается, что такое желание у людей возникает в том числе и благодаря информационной акции «Военная служба по контракту в войсках России. Твой выбор». По словам Алексея Савченко, начальника пункта отбора, спрос вырос в связи с тем, что обострилась международная обстановка. Подполковник добавил, что жители Самарской области понимают необходимость защиты своей родины и близких. С этой целью они и идут на контрактную службу. В настоящее время очень разнообразный, будем так говорить, поток именно людей к нам на пункт отбора, либо военные комиссариаты. И те, кто служили по контракту, и те, кто служили по призыву, и те, кто не проходили военную службу, и те, кто проходили службу федеральных органов институционной власти. Мы всем подберем воинскую часть, в том числе по профессии, приобретенной по полученному образованию. Поэтому ждем, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на военную службу по контракту, достаточно прийти в городской пункт отбора, что находится по адресу улица Ленинская, 147, или военкомат по месту жительства. С собой нужно иметь паспорт и военный билет. Потом необходимо пройти тестирование и медицинскую комиссию. Там же специалисты предоставят открытую информацию об условиях прохождения военной службы, включая денежное удовольствие, социальные гарантии, льготы и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомним, что в Самарской области по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева суммарная единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы увеличена до 1 миллиона рублей. Субтитры создавал DimaTorzok